Сотрудник дорожного надзора показывает представителю общественности современный физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке-фабрике Красный Перекоп. Рядом с ФОКом школа-интернат. По проезжей части ходят дети. Правда, дорога на улице Лесная пока подходит только для перевозки кирпичей на местную стройку. Должны быть обеспечены подходы, то бишь тротуары, либо пешеходные дорожки. Также у нас отсутствуют здесь необходимые технические средства организации дорожного движения, такие, как знаки 1,23 дети на щитах. Кроме того, что инспектор добавит, что люки и даже два люка здесь. Такие, что не то что машины, но могут и пешеходы поведеть себя. Если по лесной пока в основном двигается только строительная техника и за редким исключением проедет легковушка, на улице Маланово интенсивное городское движение. Напротив 13-й общеобразовательной школы есть пешеходный переход. Только ведет он не к домам и даже не к магазину. Пешеходный переход, расположенный через проезжую часть улицы Маланово, нас ведет просто в канаву, в обочину и далее в канаву. На ту сторону, хотя когда детям нужно переходить, в итоге они зимой и летом двигаются по проезжей части совместно с транспортом. В структурных подразделениях мэрии Ярославля тоже скоро начнут готовиться к школьному сезону. Столь раннее полицейское обследование уличной дорожной сети здесь не ждали. В этом году уже было выездное комиссионное обследование. Там действительно необходимо перенести пешеходный переход, также обязательно смонтировать ограждения, которые не позволят школьникам убегать на проезжую часть. Две конкретные проблемы сотрудник департамента решит еще пока идет этот сюжет. Но в Ярославле 90 школ, и везде передвижение детей должно быть безопасным.